Привет всем! Сегодня смотрим игрушку Legends of Troy. Рубрика Непройденное. Игрушка Легенды Трой. Спой, о Муза, о великом Ахиле и его ярости, которая принесла столь много горя людям Греции, равно как и Трои. Спой о могучих воинах, павших на безжизненном побережье, чьи непогребенные конечности стали добычей голодных псов и грифов. Спой о принцах, отдающих ответ на вызов о людях, бросающих вызов богам и судьбе. Вспомни для нас об эпохе героев, когда характер закалялся в сражениях. Расскажи о эпохе, когда одинокие воины, обладающие силой армии, стояли насмерть и бросали вызов воле коварных богов. Напомни нам о долгих и жестоких годах, когда греческая и троянская кровь впитывались в иссушенную землю в войне, которая разорвала мир на части. Воины, легенды Трои. Видели ли они нас? Видели. Вы можете попробовать? Я говорю не о соли в воздухе, а о крови троянцев на клинках ваших мечей. Честь привела нас в эту страну, но доблесть еще ждет вас. Приготовьте оружие. Стрелы. Бойтесь нас, жители Трои. Почти Брэд Питт. Оружие на изготовку. Брэд Питт. Брэд Питт. Осторожно. Нам нужно пойти в обход Ахилл. Брэд Питт. Брэд Питт. Мирмидоны, покажем вам, из чего сделаны наши воины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дождь из стрел у нас тут произошел неожиданно. Субтитры создавал DimaTorzok Дождь из стрел у нас тут произошел неожиданно. Дождь из стрел у нас тут произошел неожиданно. Субтитры создавал DimaTorzok Такие вот жесткие добивания. Во имя богов. Они плюются камнями. Что это такое? Выходите к нам и сражайтесь с копьями, как мужчины, трусы. Один убежать решил? Не убежишь далеко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасите попавших в ловушку солдат. Второстепенное задание у нас тут появилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Комбо разнообразием не блещет, конечно, пока видел только три варианта. Добивание, я имею в виду, финальное. Так, подберите брошенное копье. Это не копье, но тоже оружие. Так, копье даже не получается схватить. Все время нам дают другой меч. Так, вот копье взяли. Что мы можем с ним сделать? Можем использовать как оружие. Бросать вроде бы пока мы не умеем. Бейте рубаку. Выйти против меня, значит совершить самоубийство, воин. Ага, вот мы и бросили копье. Я не хотел включать случайно. Супер, супер его эту, как бы это назвать, агрессивный режим. О, новое добивание. Новая цель. Зачистите подъем, ведущий на гребень. По сути, могли бы писать просто все время. Убивайте всех на своем пути. Ваша новая цель. Не отличается от старой. Валите всех. Так. О, вот это классно, как из фильма. С Брэдом Питтом, когда он подпрыгивал так. Только что был моментик. Ахилл быстрее, нам нужно найти способ подняться туда. И сейчас же. Хорошо. Давай, побежали. Так, а ты, приятель, куда собрался? К своим. Извини, не добежал. Так, а ты, приятель, куда собрался? Так, попробуем взять другое оружие. Так, ну ладно, ребята, тут сами, я думаю, добьют. Оставшихся врагов. Посмотрим, что здесь. Орудие. Нам нужно уничтожить орудие. Это воин или просто стена из шкуры? Я попрошу тебя и сорву плоть с твоих костей. Так, блок, блок, блок. Да что ж такое, вроде бы блокирую. А он... Он всегда реагирует вот так вот. Помогите мне толкать их. Сражение достойное легенд, не так ли? Победа над деревянным зверем. И все-таки это была победа, и нас ждет еще множество. Не трое сочтены. Чем дольше займет спасение спартанской королевы, тем лучше. Вот одну главу, получается, мы завершили. Второстепенные цели тоже все выполнили. Все вроде бы нормально. Очки общие. Интересно, что-то мы сможем прокачивать за эти очки. Так, так, так. Награды. Пока никаких наград. Ага, вот у нас тут есть в настройках. Предметы. Ага, мы можем одевать предметы сюда, да. Персонаж Кольцо, которое немного увеличивает урон от быстрых атак. То есть, такое вот есть у нас здесь моменты. Это приемы, настройки, старт. Ну, давайте еще посмотрим немного за другого персонажа. Таким было начало конца трои. В этот печальный день ее сверкающие берега наводнили несметные тысячи кораблей. Кораблей, несущих царей и принцев Греции, возглавляемых Агамемноном, царем, словно хорон, везущих мертвых через реку Стикс, прямиком в объятия Аида. Приветствую, Одиссей. Какая приятная встреча. Мы обратили троянцев в бегство. Мы? Ты, царь Агамемнон, оставался в безопасности на своем корабле, Ахилл. Следи за своим языком, Ахилл. Мы все подчиняемся моему брату Агамемнону. Ахилл забывает, что некоторые люди созданы для боя, а другие для руководства. А некоторые к тому же. Что ты прикажешь нам делать, сарь Агамемнон? Я рассчитываю, что вы захватите и удержите территории вокруг будущего лагеря. Не теряйте время, не зря. А теперь, брат, нам нужно подумать о разгрузке наших кораблей. Нам предстоит многое. Нам нужно захватить множество позиций, если мы намерены защитить эту территорию. Что же, теперь мы играем за часть территории вокруг места высадки. Теперь мы играем за другого персонажа. Управляем другим персонажем. Ахилл бегает рядом с нами. Переключаться на него мы не можем, я так понимаю. Троянцы. Так, посмотрим, что умеет этот персонаж. Пока отличия минимальные. Другие добивания. Вижу. Агамемнон думает, что может приказать не выполнять его распоряжение. Агамемнон стоит во главе по приказу Миннеля. Не успеваю читать субтитры. Иногда очень быстрее. Закрывайте с щитами. Ну а, собственно, по традиции читаю ее субтитры для зрителей, которые смотрят нас, может быть, с мобильных телефонов. Там, где мелкие субтитры прочитать проблематично. В общем, думаю, ничего плохого в этом нет, если я буду читать русские субтитры. Как всегда, если вы считаете не так, можете написать мне в комментариях. Может быть, я слишком много болтаю, и это не круто. Вы, конечно же, можете написать мне об этом. Так, двигаемся дальше. Треянские подкрепления. Захватите южную дорогу. Много лет назад армия моего отца поставила Трою на колени. Теперь мощь всех греков обрушилась на них, и они ничего не смогут нам противопоставить. Так, что это? Что это такое? Блэс ю. Кто-то нас тут благословил. Странно. В чем же заключается доблесть покорения этой грязи? Ахилл, мы не можем защитить наши лагеря, если... Если что? Возьми, послушать не успел, и прочитать тоже не успел. Этот путь нас ни к чему не приведет. Ага. Мы не туда идем. Не нужно обманываться. Это простые победы по сравнению с тем, что нам предстоит. Мы, греки, никогда не уклонялись от вызова, и именно это делает нас греками. Так, а как карту посмотреть? Ага, вот-вот-вот-вот-вот. Прямо потом направо. Смотрите, не исчезают трупики. По крайней мере, некоторые. А может, даже и все. И вновь предстоит пролиться троянской крови. КОНЕЦ ПОКВИРЫ АПЛЕДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Так, включили модный мега-режим яростный, в котором мы всех можем направо и налево вкладывать. Капитан ополчения у нас остался. Все. Кто еще? Враги, враги. Захватите дорогу к Трои. Новая цель. Так, на карте вижу какие-то алмазики. Принцы мои, мы вручаем наши жизни в наше распоряжение. Что за бредовая фраза? Так, ладненько. Идем сюда по карте. Идем сюда. Очередная порция. Очередная порция. Так, у этого вообще, смотрю, только одно добивание. Других пока и не видно было. Так, ну что, все, все, все здесь. Давайте, ну, нам нужно понять, что вообще. Какие еще возможности у этой игры есть. Если все, что она может, это вот только вот это. То, ну, наверное, это маловато. Хотя, кто знает. Как всегда, вы сами решаете, нравится вам или нет. Я стараюсь не делать никаких выводов. Я просто показываю вам то, что есть. А вот и новые троянские овцы. Нападаем. Вражеские подкрепления на подходе. Мы не можем допустить, чтобы они отбили наши атаки. Мы не можем допустить, чтобы они отбили наши атаки. Вражеские подкрепления на подход. С которыми нужно еще по-моему учиться. Так, вроде бы все. Я посоветовал королю Тиндера поддерживать мир, а он вместо этого развязал всю эту бойню. Я это начал, и мне придется покончить с этим. Почему цари Итоки, Мермидонии, Соломании, Микен и многие другие, отправились на тысячи кораблей, чтобы взять посаду частный город Трою? Так случилось, что в Спарте много лет назад вспыхнула искра. Те самые цари собрались тогда вместе, не для того, чтобы начать войну, но для состязания за любовь самой прекрасной женщины в мире. Елены, дочери Тиндеры, царя Спарты. Похоже, что тебе предстоит разрешить одно затруднение. А, добро пожаловать, друг мой Одиссей. Царь Итоки воистину так. Мне предстоит выбрать одного из них в качестве супруга моей дочери. Но я боюсь, что как только я сделаю свой выбор, остальные могут почувствовать себя обманутыми. Именно так. Я отказался от всех подарков, чтобы не выразить никому своих предпочтений. Я не могу отослать их прочь из страха лишиться их дружбы и нажить себе врагов. К счастью, я не являюсь частью своей проблемы. Мое сердце уже принадлежит Пенелопе. Ты просил у моего брата руки его дочери? Мне может понадобиться твоя помощь в этом отношении. Следующий претендент. Тиндеры, эти игры не станут решающими в определении победителя за руку Елены. Она просила. Я не хочу от нее отказываться. Что я могу сделать? Я думаю, что у меня может быть решение твоей проблемы. Но взамен мне нужна твоя помощь. Помощь твоего брата. Биться от руки прекрасной. Ты все такой же интриган, Одиссей. Если ты сможешь помочь заключить мирный брак для моей Елены, тогда я походотайствую насчет твоего стремления получить руку Пенелопы. Это очень просто. Все, что от тебя нужно, это принести клятву. Клятву? Нужно принести ее, прежде чем ты объявишь о своем выборе. А, клятва. И какого же рода клятва? Клятва. Я клянусь перед мирской принцессой и небесными олимпийцами. Защищать брак Елены, королевы Спарты, невзирая на то, кто станет ее супругом. Вот так царей Греции хитростью вынудили принести клятву мира. Менелай, ты мой супруг. И боги посмеялись над этими простыми действиями людей, поскольку в этой клятве крылись семена трагедии, включающие отправку тысячи кораблей. Ну что же, вот после второй главы нам еще показали небольшой сюжетный ролик, в котором мы узнали предисторию... Ну что же, буквально начало еще следующей главы, чтобы понять, есть ли в игре какая-нибудь другая, иная механика. О том, что произошло дальше, споры будут вести всю жизнь. Говорят, что Елена оставила мужа, чтобы последовать за Парисом втрое. Другие наставают на том, что он похитил ее. Если проводить аналогию с фильмом, то это Орландо Бу. Елена, я не могу уехать отсюда с одним только воспоминанием. Поедем со мной втрое. Но мне нужно сделать перерыв и оставить историю принца Париса на другой раз. Тогда я расскажу вам о предательстве Афродиты и безрассудстве молодого принца. Кто может винить Менелая, что он решил предъявить права на возмездие? Охваченный яростью, он призвал царей и принцев Греции соблюсти свою клятву, пообещав им богатую добычу и сокровища. Так была собрана величайшая армия, какую когда-либо видели в мире. И все вместе они отплыли в Трою под предводительством могучего Агамеммана, брата Менелая, царя Микен. Могучие стены Трои возвышались над греками, всей своей тяжестью сокрушив надежду на быструю. И те, кто отступил за эти неприступные стены, нашли за ними что-то глюки с субтитрами. Многие из тех, кто был захвачен за их пределами, не нашли жестокой внезапной смерти или ужасного отчаяния пожизненного рабства. Троянцы перешли в атаку. Они бурным потоком вырвались из своих ворот, защищая свои дома, свои семьи и своего царя. Более зверяпая кровь струится по венам тех, кто защищается. И еще более зверяпая кровь струится по венам тех людей, которые возглавляют великий лидер. Такой как Гектор, самый старший сыновей Приама. Именно он возглавил своих людей, стремясь помочь тем, кто все еще оставался за стенами. Помоги нам, помоги, боги, спасите нас в ворота, поторапливайтесь. Гектор, на полях еще остались граждане. Спасите гражданских троянцев. Ну, в общем, да, мои спасения подтвердились. Механика игры вряд ли будет отличаться. Все то же самое, мы бьемся на полях. Выполняя разные задачи, суть которых, в общем-то, примерно одна и та же. Убить всех на своем пути. И пройти дальше. Собственно, думаю, на этом мы обзор закончим. Прошу прощения за проблемы с субтитрами. Перевод неофициальный. И имеет свои глюки. Все, спасибо всем. До новых видосов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok